Привет, друзья! Вы на канале Цветочный сад у Аленушки. Друзья, хочу сегодня познакомить с прекрасным сортом петуни Джоконда F1. Это новый сорт, не очень давно выведен. Он характеризуется как один из самых лучших сортов петуни. Друзья, главная уникальность этого сорта, что у растений очень много окрасок, много цветов. Сегодня посетила магазин цветочный. Глаза разбегаются, хочется приобрести все расцветки, наверное, которые есть. Так как уже сеяла я в прошлом году этот цветок, он меня, конечно, удивил своим долгим цветением, своим пышным цветением. Очень красиво смотрится в вазонах. Семена, конечно, мы собрать не можем, так как это растение не дает семена. Но если при правильном уходе выращивать такое растение, то можно наблюдать прекраснейшее, друзья, весь все лето цветение такого сорта петуни, как Джоконда F1. По рейтингу такая петуния вместе с ульфинией стоит на первой строке. Вот если, допустим, мы посадим ее либо в открытый грунт, в открытом грунте она смотрится великолепно, достигает размером шара до метра, закрывает буквально землю ковром из цветов. И если дать нормальный объем тары, если производить уже, высаживать в какую-то емкость, в кашпо в большой емкости, то вы тоже самое будете наблюдать. Хороший, прекрасный, шарообразный куст с красивейшим цветением. Высота кустика в основном небольшая, 20-25 см, просто он хорошо разрастается вширь, и нижние ветви могут достигать даже до метра. Один цветок равен 6-7 см. Если размножать цветы в горшках, в вазах, то именно красота будет того, что они очень красиво будут связать вниз, за пределы именно вазы, за пределы именно какого-то кашпо, обрамлять края, и будет смотреться как плывущим, красивым, цветущим шаром. Интересно то, друзья, что цветки этого сорта, петуни джаконда, очень живучи. Они хорошо приспосабливаются практически к любому климату и хорошо восстанавливаются после дождя. Могут хорошо себя чувствовать и в температуре, равной даже плюс 40, плюс и в минус 8 градусов. То есть она и холодостойкая, и очень хорошо переносит сильную жару. Чтобы никаких проблем с выращиванием такого сорта петуни, как джаконда F1 не было, лучше всего их высаживать в таких широтах, как у нас, допустим, центральная полоса. Там не бывает такого до 40 градусов сильного холода и постоянной перемены климата. То есть таких колебаний в температуре нет, и поэтому у нас она в центральной полосе выращивается очень хорошо и приспосабливается именно к такому, к нашему климату. Гибриды этого сорта начинают расти медленнее, если температура слишком низкая. Также она может совсем уже при низкой температуре даже и погибнуть. Поэтому у нас при морозах мы ее не высаживаем. Мы высаживаем ее уже, когда минуют основные заморозки. Это у нас конец мая, начало июня. И тем самым можем наблюдать прекрасное цветение, прекрасный цветок у себя либо на участке, либо в вазоне. Так что, друзья, приобретайте такой прекрасный цветок, прекрасный сорт петуни джаконда F1. Растение выращивается комфортно в виде рассады и потом высаживается на постоянное место, или в грунт, или в вазон. Благодаря этому качеству растение очень хорошо выращивает и в оранжереях. Цветки начинают распускаться в самом начале формирования кустика, друзья. Если, допустим, некоторые сорта петунии у нас пока нарастет хорошо зеленая масса, только потом мы начинаем видеть какое-то цветение. Здесь по мере нарастания зеленой массы начинают рано распускаться сами цветочки. Данный вид хорошо переносит опрелости и различные заболевания. И джаконда все же выращивается в различных и в разных климатических зонах. Это ее достоинство. Достоинств не перечислить джаконды. Расцветок не перечислить. Огромное количество. Поэтому приобретайте. Я думаю, вас удивит красота такого сорта петунии, как джаконда F1. Я приобрела. Буду производить посев и наслаждаться уже в дальнейшем развитии. И буду ждать прекрасное цветение у меня на моем садово-цветочном участке, друзья. Ну вот и все. Если вам мои видео чем-то интересны, полезны, не забудьте поставить пальчик вверх. Чтобы не пропустить дальнейшие мои видео, кликайте под видео на колокольчик. Вам хорошего настроения. Удачи в выращивании прекрасных цветов, таких как петуния. До новых встреч. Вы были на канале Цветочный сад у Аленушки. Пока-пока. До встречи, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова